Привет, представьте, пожалуйста, как тебя зовут? Привет, меня зовут Алина. А твое стейдж имя? Мия. Как долго ты в порноиндустрии? Три месяца. Кого ты больше предпочитаешь, мужчин или женщин? На самом деле я не могу так сказать, ответить на этот вопрос однозначно. Я люблю и тех, и других, но больше, наверное, женщин. Вау. Да. У тебя есть хобби? Я люблю писать картины, люблю делать коллажи с различных сухоцветов, что-то такое делать творческое руками. А в каком стиле чаще ты пишешь картины? Что-нибудь сюрреализм. Сюрреализм чаще. Да, такой глубокого смысла. Ты наследница Пикассо. Да, наверное. Отлично. Как ты относишься к спорту и занимаешься ли ты им? Да, я очень люблю спорт. Он бодрит тело. Чтобы держать себя в хорошей форме, конечно, надо заниматься спортом обязательно. Ну, это как в распорядке дня. Утром встаешь, делаешь обязательно зарядку. Иногда есть дни, когда я более усиленно занимаюсь спортом. Мне нравятся ощущения, когда болят мышцы, это очень приятно. Отлично, Мия. А теперь ответь мне на вопрос. Ты учишься, либо ты работаешь? Я совмещаю учебу с работой. И какая твоя будущая специальность? Я буду экономистом. А работаю сейчас флористом. То есть мне нравится создавать букеты из живых цветов, делать композиции из горшачных растений, такие большие корзины. Вот, очень презентабельно. Композиции тоже из цветов, в разных сундучках. Что-то тоже очень неординарное, красивое. Последний мой букет был, я его назвала морским. Там были ракушки, орхидея ванда, она голубого цвета. Очень красиво смотрелась. Вау, супер. Ты еще и очень слаунтливая, замечательно. А есть ли у тебя какие-то предпочтения в еде, потому что ты выглядишь достаточно стройной девушкой? Самое главное в еде предпочтения. Я люблю все. Главное не переедать, кушать немного. Всего по-немогу. Это самый главный приз. Четко не могу сказать, какую кухню я просто читаю. Но, наверное, остановлюсь на русской кухне. На русской традиционной? Да. Окей, ты как человек развитый, можешь мне рассказать о том, какие книги ты любишь читать? И любишь ли ты, в принципе, читать? Да, я очень люблю читать. Последнее, что я читала, это был сборник современной писательницы, даже поэтессы Веры Полосковой. Вот ее книга «Непоймание». Очень классные стихи современные, которые описывают нашу жизнь молодых людей 24-25 лет. Наши душевные переживания. Я нашла много о себе, про себя. И вот очень впечатлилась этой книгой. Еще мне нравится Виктор Пелевин. Я люблю такие рассказы, произведения. Немножко не от мира сего. То, что, в принципе, в реальности, наверное, не может никогда случиться. Вот. То есть книги ты читаешь. А смотришь ли ты порно? Конечно. Мне нравится смотреть качественное, красивое порно с уклоном на эстетику. Да. Есть ли у тебя свои любимые актеры либо актрисы? И кому бы ты хотела подражать? Знаешь, как таковых нет. Наверное, потому что я недавно в этом бизнесе. Я смотрю пока в общем, как люди играют, как они ведут себя. Что-то для себя нахожу, подмечаю, что мне нравится, как они делают. Но из категории фильмов, которые ты наверняка смотришь, какие категории тебе больше нравятся? Girl, Girl, Analsex, Gun Bang. Что ты чаще смотришь, как зритель? Мне нравится, наверное, удивлю всех, обычно, мальчик с девочкой. Вот самое красивое, самое натуральное, самое... Самое. Самое обычное. Отлично. Насколько ты бы могла раскрепостить себя? И есть ли какой-то этап того, что бы ты сделала в этой работе? Есть ли максимум твоих способностей? Что бы это могло быть? Секс с тремя женщинами, секс с большим количеством мужчин? Немного не поняла вопрос. То есть, то, что я бы не могла сделать. То, что бы ты могла сделать. Есть какой-то максимум того, что ты хочешь сделать, либо то, чего бы ты могла сделать? Да, есть предел всему, на самом деле. Самый максимум, я могу заниматься сексом с двумя мужчинами и тремя девушками. Вау. Это уже был этот опыт в твоей жизни? Пять человек? Не совсем. Не совсем? Но близко к этому. Близко к этому. Какие чувства тебя в этот момент переполняют? Я стараюсь прислушиваться к своим желаниям, к своему телу. Ну, конечно же, мне не безразлично, но только чувствую себя в это время партнёры. Я стараюсь, чтобы всем было хорошо, максимально. Мне очень нравится видеть их эмоции. и это очень заводит, на самом деле. Отлично. Насколько ты веришь в оргазм, который происходит во время съёмок с твоими партнёрами? И случается ли он постоянно, когда ты, так сказать, стоишь у руля? Такой вопрос интересный. Это некая тайна. Мне кажется, мне не стоит на него отвечать, чтобы никого не разочаровать. Вот так. А если бы у тебя была возможность слепить для себя мужчину своей мечты, каким бы он был? Всех, наверное, тоже удивлю, но мужчина мечты — это, в первую очередь, для меня внутренняя составляющая. Он должен быть очень умный. Он должен быть умный в плане каком? Он эрудированный — это одно, это хорошо. Умный в плане того, чтобы в наших отношениях он мог понять, когда нужно принять жёсткое решение, когда нужно послушать меня. самое главное, чтобы он был спокойный, не истеричный. Наверное, это самое главное требование. У него был сильный характер, он мог много зарабатывать. Для меня самое главное — уважать мужчину. кем бы он мог быть, извиня, перебью, вот много зарабатывающий мужчина, кем он должен быть? Он может быть как талантливым художником, которому я буду помогать. Будешь его музой? Что ещё раз? Будешь его музой? Да, именно. Создавать ему необходимое настроение, все условия вокруг. Он может быть талантливым предпринимателем, я тоже буду его поддерживать, помогать, чем смогу, естественно. Даже могла бы пойти на курсы специальные, чтобы понять, чем он живёт, как мы поможем в бизнесе. А вариант встретить свою будущую судьбу на съёмочной площадке, снимая новый фильм, он возможен? Я думаю, что нет. Вряд. А почему? Потому что ко всем людям я отношусь как к актёрам, которые встречаются на съёмочной площадке, и как-то больше я их не рассматриваю. То есть для тебя это бизнес-партнёры больше, так сказать? Да. Так скажем. Окей. Хорошо. На вертикап всем интересно, насколько ты открытая или закрытая для внешнего мира девушка. Как тебе легко подойти на улице, допустим, познакомиться, пригласить тебя на свидание. Спасибо за вопрос. На самом деле, да, я очень открытый человек, со мной легко познакомиться. Мне нравятся новые люди, новый опыт именно общения, новые знания, которые я получаю от этих людей. Интересно, когда людям нравится учить, мне нравится учиться. Вот. Наверное, так. со мной очень просто в общении. Мне нравится делиться своей хорошей энергетикой, также нравится брать хорошую энергетику. Я за обмен положительными эмоциями. Отлично, потрясающе. А насколько ты открытый человек в сексуальном плане? Для тебя легко найти нового секс-партнёра и дать ему всё то, о чём он мечтает? Достаточно сложно на самом деле. Это дело как вспышка. Ты видишь человека и он может быть очень красивый, он может быть очень подтянутый, но ты начинаешь с ним общаться и вот не происходит вот этой искры, этой вспышки. Самое главное внутреннее состояние человека, его энергетика. Наверное, так. скажи о своих любимых позах и о тех позах, в которых ты можешь получить оргазм. Самая любимая поза, она одна единственная, это поза, как я говорила, миссионерская. Миссионерская поза. Мне нужно видеть глаза партнёра, наверное, от этого я получаю оргазм.